Во всяком случае, он вызвал очень много вопросов и ответы получим на чемпионате Европы. А если отрицательные? А вот вопрос, кстати говоря, что для вас будет отрицательный результат на чемпионате Европы? Дайте, пожалуйста, характеристику отрицательному результату. Не выход сбора из группы. А если выйдут в 33-е место при течении обстоятельств с одной победой на Словаке? С учетом вот этой новой системы, то это будет тогда удовлетворительный результат. Ну и тогда Слудского оставлять надо будет? А? Слудского оставлять. Вообще, как вы видите, вы видите, что это турнир такой, знаете, судьбоносный для карьеры Слудского и для сборной России в преддверии чемпионата мира. Вот как вы считаете, там ли определит судьба Слудского? Там ли она станет, нам станет понятно, что будет с Леонидом Викторовичем? Либо уже решение есть. Вот ваше мнение? Слудский заложник ситуации, и не он принимает решение. И ты об этом прекрасно знаешь. Миталий Мутко. Да, больше не только Миталий Мутко, там еще и Гинад принимает участие такое. Он тренер команды СССР. Он президент. Нет, Слудский тренер команды. Ну да, ну а кому обратился Мутко? Понятно, Кинорой, логично. Ну не в Слудском уже. Логично. Вот в этом. Ваша ирония здесь. Ну а что, ты можешь себе представить, что, например, если бы приглашали Капелло, то обратились бы не к Капелло, а к президенту клуба, где он работал? Если бы он работал, где, конечно. Что? Конечно. Ну конечно, он работодатель, у него контракт есть. Если вас завтра захочется радио Би-Би-Си перекупить со Спорт-ФМ, мы будем против, но радио Би-Би-Си придет к Дмитрию Дерунцу. Нобель. Спрашивать. Нобель, обращай. На английском, да. Нобель обращается, обращается в первую очередь к тренеру и спрашивают его желания, есть ли у него. Вас просят, вас просят. Вы скажете, да, я мечтаю в Би-Би-Би-Би-Би-Си сразу после новостей. Всем привет, Александр, вам здоровья.